Каждый год для каждой организации ставит свои задачи, определяет приоритеты. Не стал исключением и год ушедший. 2016-й был сложен для белорусского общества в целом и для краснокрестовцев тоже. Но все-таки старались, несмотря на трудности, помогать тем, кто нуждается. Несли добро в сиротские дома инвалидам и престарелым. Многие из руководителей районных организаций считают и по праву, что с трудностями справились благодаря самоотверженности членов белорусского общества «Красного креста». Начали работать в службе милосердия. У нас до 2016 года работало семь медсестер. В настоящий момент, по итогам 2016-го, их 21. В основном это медсестры, которые стали работать по государственному социальному заказу. Увеличилось количество членов, пусть ненамного, но тем не менее рост нашей организации есть. И количество первичных организаций. Очень хорошо развивается у нас волонтерское движение. Несмотря на то, что уже финансово нас никто не поддерживает, но тем не менее волонтеры у нас есть. Работает областной волонтерский совет. И все те яркие акции, которые вы можете видеть, они в принципе подготовлены и разработаны областным волонтерским советом. Кроме этого, работают у нас еще и волонтеры пожилого возраста. На сегодняшний день у нас 10 инициативных групп. Работали стабильно. Слово «стабильно» можно расшифровывать довольно долго. Это проведение благотворительных акций и миротворческих дел. Это оказание помощи на дому. Постоянные рейды в больницах. Профилактическая деятельность довольно популярна среди членов Красного Креста. Каждое мероприятие проводится с великой долей энтузиазма, с выдумкой и, главное, с желанием. Поскольку без него желание сделать ничего невозможно. Брестские волонтеры – это гордость организаций. Их инициативы – пример для подражания. Это основа Белорусского общества Красного Креста. И надо сказать, что у нас Брестская областная организация – это одна из успешных организаций, ее показатели выше среднереспубликанских. Поэтому для нас мы считаем, что это очень большой вклад вносят те сотрудники, которые сегодня собрались здесь. Что может и должно измениться в новом периоде работы, в целом направления деятельности, заложенные много лет назад, остаются прежними, с некоторыми доработками. Согласно новой стратегии, но милосердие, доброе отношение к людям и понимание их проблем остается главным. Эти принципы были, есть и будут. В этом суть самого общества Красного Креста. И в новой стратегии развития организации, принятой в году ушедшим на 2017-2020 годы, это отражено так же, как и выработан план дальнейшей деятельности. В программном документе дан старт многим новым начинаниям, новым направлениям работы. Мы бы хотели перейти на заявительный принцип сбора членских взносов, но, к сожалению, пока у нас в Брестской области это не очень хорошо получается. Большая очень работа, конечно, проводится председателями. Но, может быть, здесь есть и объективные, и субъективные причины. Будем работать над этим. Не совсем, будем так говорить, активно у нас работает отряд быстрого реагирования. Но я говорю немножечко в сравнении с другими областями. Поэтому он у нас есть, он немногочисленен. Поэтому нам необходимо увеличить количество людей, потому что все это работающие люди. Этот отряд должен состоять из взрослого населения. Потому что учащиеся молодежь, которые у нас в основном составляют волонтеры, они не смогут работать, конечно, в этом отряде. Для милосердия нет границ, нет времени. А потому на новом этапе краснокрестовцы будут работать по-новому с той же долей доброты и милосердия к чужой боли и страданию, поскольку таковы эти люди по своим убеждениям.